Друзья, этого не могло быть, но это произошло. Террористу и вору Путину было недостаточно того, что он за время своего диктаторского правления взрывал дома и автобусы на территории России, а убивал, сажал и пытал в тюрьмах своих граждан. Он привел население к нищете. Ему было недостаточно тех достижений, которыми он толкнул Россию к состоянию изгоя со стороны всего цивилизованного мира. Эта плешивая тварь решила перейти в новое качественное состояние – военный преступник. Сейчас мы можем наблюдать по всем доступным источникам, как оккупационные войска пересекают границы Украины, наносят ракетные удары по мирным жителям, уничтожают гражданские постройки и несут смерть. Причем, эту преступную агрессию он приурочил ко дню защитника Отечества, которая, я уверен, войдет в историю 21 века, так же, как и 22 июня. К чему приведут эти позорные и чудовищные действия престарелого, обезумевшего ублюдка Путина? Они приведут к разрушениям и смертям славянского братского народа. Они уничтожат то, чего они достигли за то время, которое были освобождены от влияния России. Да, достигли. И я не говорю про политику, про экономику и прочие вещи, которых не знаю. Но у меня много знакомых в Украине. Я смотрю блогеров, которые там живут и путешествуют по этой стране. И я по их видео вижу, сколько там было улучшено, отстроено и переосмыслено в сторону повышения качества жизни людей. И теперь я смотрю на съемки того, как войска агрессора уничтожают то, что создали люди для себя, для своих семей, для своей нормальной жизни. Также эти действия приведут к тому, что Россия полностью переходит к состоянию страны-изгоя, Северной Кореи на европейской части. Это приведет к полному уничтожению экономики, которую прибрали к рукам путинские пацаны, но которая, тем не менее, позволяла людям где-то работать и что-то кушать. Теперь этого не будет. Кабаев, которого знают как Путина, своими действиями привел к тому, что теперь не будет ни денег, ни работы, ни нормального отношения к России со стороны стран всего мира. Россия теперь изгой, а россияне персорены от Грата, куда бы ни ступила их нога. Друзья, излишне инертное население России привело к тому, что Россия сейчас имеет, а тем более к тому, что ее ждет в дальнейшем. Нежелание участвовать в жизни страны привели к тому, что Кабаев, он же Путин, засиделся на своем месте настолько долго, что от времени его мозги стекли в задницу. Своими действиями он обрек вас, мои друзья, на весьма сомнительное будущее. Что теперь делать? Не нужно паниковать и нужно исправлять ситуацию. Нужно максимально дестабилизировать тот мразный мирок, который диктатор создал, пока вы спали. Нужно собираться и биться карателями с кремлевской и депутатской мразью. Настало время открывать полномасштабные действия по искоренению этой скверны на территории всей России. Давайте помогать братскому украинскому народу. Я, как бывший офицер, хочу обратиться ко всем военнослужащим России. Товарищи солдаты и офицеры, я хочу, чтобы вы поняли одну простую истину. Путин – это военный преступник. Военнослужащие, выполняющие приказы военного преступника, такие же военные преступники, как и он. Военных преступников судит военный трибунал. Я не хочу, чтобы вы пошли туда в качестве обвиняемых, оставив после себя много крови братского народа и тоскующих по вам ваших отцов, матерей, детей и жен. Направьте оружие в нужную сторону, направьте его на военных преступников, тех тварей, которые отдали вам преступный приказ, тех тварей, которые заставляют вас брать на себя их ответственность за массовые убийства братьев и сестер, разрушение их мирной жизни. Я уверен в том, когда закончится этот кошмар, все закончится гаагой, а вонючую груду мяса, которая была когда-то Путиным, найдут в одном из его бункеров. Больше мне сказать нечего. Свобода Украине!